Друзья, мы в Ешкарале, конец мая, сегодня 22 мая, но очень холодно, я в куртке, на улице плюс 4, недавно прошел дождь, поэтому холодно, нетипично. А мы гуляем в парке 450-летия Ешкаралы, никогда здесь не были, приглашаю вас пройтись вместе с нами, пойдемте. На входе в парк есть такая потрясающая композиция, я назвал ее птичье общежитие, скворечники жилые, когда я проходил мимо, здесь сидели птицы, вылетали из двух скворечников, я видел, некоторые из них облупились, некоторые еще в вполне хорошем состоянии, различные интересные формы, например, вот такие вот скворечники, такое необычное решение, сверху большой добротный скворечник. На некоторых из них можно увидеть имя автора, Захар, 7 лет, 2018 год, как здорово, расписаны, поклеены. Я хочу сказать спасибо авторам этой интересной композиции, потому что именно ее я сначала увидел с дороги, что привело к тому, что мы с вами сейчас прогуляемся по этому замечательному парку. Очень интересно, так тихо, в самом центре Шкаралы, рядом с Кокшагой, такой прекрасный парк, катаются на велосипедах люди, довольно светлый, замечательный парк, посмотрите, справа густой кустарник, а слева прямо роща, все зелено, такая большая сосна, прям очень необычно было для меня увидеть это место. Все началось с того, что пока мы ехали на машине, то я обратил внимание, что куда-то в сторону уходит дорожка, и она оказалась благоустроенной. Вот я решил прогуляться здесь, посмотреть на эти места. Такое умиротворяющее место, пение птиц, светотени от солнца, которое вот вышло. Небо стало голубым, так тихо-тихо, удивительно, людей почти нет, я иду один, немногие велосипедисты и путники попадаются мне навстречу. Летают здесь довольно крупные птицы, такое хорошее место, настоящий прям оазис в центре Шкаралы. Всюду висят кормушки, видно, что раньше сюда заезжали на машинах, для того, чтобы прекратить это, стали класть вот такие большие покрышки от тракторов. У нас в Зеленодельске было примерно то же самое, на маяк все время, раньше ездили молодые люди, на машинах заезжали, понадобилось лет 10-15, чтобы сформировать у людей, что маяк это не место для катания, а место для прогулок. Я надеюсь, что здесь, в этом месте, будет примерно так же, но гораздо быстрее, потому что здесь очень здорово прогуливаться, потрясающе. Свежий воздух, тихо, пение птиц. С нами подошли к реке, сейчас мы прям дойдем до берега. Посмотрите, здесь отличная аллея сделана для прогулок, для катания на велосипедах. Детский уголок, здесь, наверное, вот в этом месте будут горки, для катания на кроссовых велосипедах. Замечательно. В галике вы можете видеть сетки, для того, чтобы отдыхать на берегу, устраивать пикники, замечательно. И, конечно же, сама река. Такой столик для игры в пинг-понг. Ну и чтобы не унесли сетку, сетку заменяет фанерка. Рядом с беседками сделаны мангалы. Что ж, вот у нее около берега. Берег порос камышом, конечно. Но довольно красиво. Совершенно не скажешь, что ты находишься в центре города, в центре столицы, субъекта федерации. В эту сторону, конечно, ходить совершенно уже не обязательно, поскольку здесь грязь такая, сыра, не ухожена пока. Но я надеюсь, что сделают. И это место тоже. Я пришел сюда ради красивых видов. То есть надо отметить, что сейчас мы с вами идем не совсем по парку. Парк – это как раз-таки те высокие деревья за моей спиной, и он продолжается дальше в противоположную сторону. А здесь ничего вокруг нет, ни домов, ни магазинов, ничего. Поэтому немножко заброшенный вид у всего вокруг. Но вместе с тем довольно красиво. Особенно виды на находящуюся за мной малую Кокшагу. И мне кажется, что здесь недалеко будет проходить очередная дорога, довольно важная для Шкаралы. Ее строят от улицы Кирова. Вот эти белые ограждения, которые вы можете видеть на своих экранах, это как раз шумозащитные звукоотражающие экраны. Поэтому я надеюсь, что когда построят эту дорогу, сделают съезды, и здесь тоже все будет облагорожено. Дай бог. И вот, ребята, мы с вами дошли до этой самой конструкции. Да, это действительно такая ответная часть. Вы можете видеть блоки сверху для тренировки серфингистов. Мне кажется, что с противоположного берега, примерно оттуда, они, как скажем так, стартуют. И по водной глади их тросом тянут. Ну и, соответственно, они могут благополучно тренироваться на нескольких десятков метров водного пространства. Хотел перейти на противоположный берег, который находится прямо за мной. К сожалению, отсюда туда не попасть, поскольку нам преграждает путь река. А в целом, здесь все равно очень красиво, и открываются живописнейшие виды. Посмотрите, пожалуйста. Такой большой залив, вы можете посмотреть. Очень красиво. А прямо на ваших экранах здание, которое относится к набережной. Вы можете видеть там здание, которое мы снимали для вас раньше, в 2020 году. Обратите внимание, что даже этажность домов подобрана таким образом, что они практически не выглядывают из-за верхушек деревьев. Это отлично. Здесь по многому, ребят, видно, что работы при конструкции этого парка еще ведутся. Вот, в частности, за мной трансформаторная будка с трансформатором. Она недавно поставлена, еще земля свежая, недавно раскопанная. Поэтому скоро здесь станет еще лучше, я уверен. Дошли мы с вами до станции серфингистов. Она, видимо, тоже не очень старая, ее только-только делают. Вы можете видеть, что здесь такое красивое место. И посмотрите вокруг, как прекрасно все выглядит. Отличный залив, отличная река в самом центре города Ишкарала. По противоположному берегу мы с вами только что прогуливались. Очень красиво сегодня, облака потрясающие. Небо супер просто. Ну что ж, вот мы с вами и отходим от берега малой как шаги. Выходим на аллею и пойдем прогуляемся по ней. Потрясающая березовая аллея. Посмотрите, березы уже видно, что старые, значительно выросли, величественные. И рядом есть вот такой замечательный клен, очень высокий. Этажей, наверное, семь пеликан. Здесь есть справа дорожки для велосипедистов, а слева такая прогулочная пешеходная зона. Ближе ко входу в парк есть уже более современные тренажеры. И посмотрите, что мне очень понравилось. Это урны для велосипедистов. Они наклонены специально для того, чтобы велосипедист, проезжая мимо, мог аккуратно выбросить что-то в урну. Здоровское решение. Друзья, замечательно, что здесь, в Ишкарале, в самом ее центре, есть такой прекрасный парк. И он начинает облагораживаться. Это очень важно для города, это очень важно для гостей, поскольку можно из, скажем так, псевдоисторической, эклектичной части города в самом ее центре, там, где находятся набережные, перейти, буквально перейдя, прошу прощения за эту автологию, через дорогу, оказаться в природном массиве, среди деревьев, среди реки, подойти непосредственно к ней. Это очень здорово. Я надеюсь, что этот парк будет развиваться и дальше. Вообще, раньше считалось, что для города река – это большая беда. Надо строить мосты, надо каким-то образом организовывать движения, транспортные потоки, людские потоки и так далее. А сейчас считается, что река – это благо для города. И по некоторым оценкам, километр благоустроенного берега приносит в городской бюджет что-то порядка 60-70 миллионов рублей. Это в оценке 2018 года, который я слышал. Поэтому я надеюсь, что и здесь, на берегах реки Малая Кокшага, на набережной, тоже сделают отличные, прекрасные, еще более красивые прогулочные места. И будет с этого доход и городу, и очередное красивое место для гостей. На этом все. Спасибо за просмотр. Берегите себя. Пока-пока.